Центр Щёлково, площадь Ленина. Припарковаться здесь днём практически невозможно. По просьбам жителей, проезд от улицы Шмидта вдоль управления ЗАГС администрация включила в план ремонта. Работы проведены в сжатые сроки. Мы выполнили замену существующего покрытия, выполнили ремонт тротуара, частичное расширение проезжей части, ввиду сложной тут дорожно-транспортной ситуации. Да, здесь очень мало места для разъезда. Порядка 2000 квадратных метров с тучей покрытия асфальтобетонного, порядка 195 квадратных метров тротуара отремонтировали. В понедельник движение полностью открылось. Ремонт дороги на площади Ленина принёс автомобилистам дополнительные парковочные места. Теперь их около 40 на этом месте. Ну и остался тротуар. Удобно и спокойно можно пройтись, не задерживая автомобильное движение. Заметно шире стала парковка для инвалидов напротив входа в управление ЗАГС. Места для стоянки размечены, ошибиться невозможно. Здесь мест вообще не было. Все били, все ругались всю жизнь. На инвалидное место постоянно ставили машины. А сейчас это, ну, я не знаю, кому спасибо сказать. Просто от всех инвалидов. В основной план ремонта в городском округе вошло 44 объекта. По всем заключены муниципальные контракты с подрядчиками. Порядка 40% дорог выбраны жителями на портале Добродел. Кстати, скоро начнётся второй этап голосования по выбору объектов на будущий год. Более удобной для пешеходов станет и улица Советская на участке от площади в сторону детской поликлиники. Разрушившуюся от времени тротуарную плитку по обеим сторонам улицы рабочие меняют на ровный асфальт. Мы приняли решение там демонтировать частично ненужные клумбы, расширить проезжую часть. Да, у нас там произошла замена тротуара существующего плиточного, ввиду того, что там нормативное состояние было, да, тротуара. Была проведена замена асфальтобетонного покрытия. Дорожная техника вышла на улицу Пустовская, на тот её участок, что проходит вдоль детской поликлиники к улице Комарова. Проезд в этом месте не позволял разъехаться встречным автомобилем. И этот недостаток дорожниками будет устранён. Провели расширение до 6 метров, естественно, замена покрытия существующего, ремонт тротуара непосредственно в близости к поликлинике, да, устройство понижения там и всё прочее. Также сделали дорожку до пешеходного моста, переходящего через ручей, через, ну, в сторону Краснодарской улицы. Уже выполнено 16% от общего объёма работ. Это самые трудоёмкие операции, как утверждают дорожники. К мероприятиям такого уровня сложности относится расширение улицы Заречная на пересечении с Прилитарским проспектом. Здесь работы продолжаются. Строится дополнительная полоса для увеличения проходимости потока автомашин, следующих в сторону Фрязина. А значит, пробок на Заречной должно поубавиться. За лето в городском округе планируют отремонтировать порядка 150 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. В дополнительный план ремонта, к выполнению которого дорожники приступят к концу сезона, вошли порядка 15 объектов. В том числе 4 улицы в деревне Кожино. Подъездные пути к участкам для многодетных семей. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.